готова хорошо мы закончили проверку александра у нас остались 10 вопросов к его высшему я для начала мы вызываем приглашаем нашу комнату диагностики его куратора русича просим прийти в нашу комнату диагностики приветствую вас приветствуем вас уважаемый куратор русич очень рады новой встречи с вами мне приятно эта встреча благодарю вас ваш подопечный александр изъявил желание познакомиться со своим высшим я и задать ему 10 вопросов которые он хотел бы задать я прошу вас сопроводить нас в этой поездке благодарю за приглашение конечно я изъявляю желание присутствовать отлично на какой уровень мы поднимаемся на 13 уровень отлично хорошо верочка бери александра в свои крылья и вместе с александром куратором русичем и мной на 4 поднимаемся на уровень высшего я 13 высшее я 123 пошел подъем мы на месте снимается маски и голограммы все вокруг приседает согласно своему эфирному коду днк самое как сказать самое начало 13 уровня он только совершил переход с 12 13 отлично хорошо и мы приглашаем к нам выйти высшая александра уважаемая высшая александра пожалуйста выйдите к нам мы хотим задать вам несколько вопросов проводят ума 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 и приветствую вас на этом прекрасном уровне на которой я благодаря александру перебралась какое замечательное начало разговора приветствую вас уважаемая высшая я ума высшая александра меня зовут влад это вера рядом с нами мы взяли с собой куратора русича александр изъявил желание задать своему высшему я 10 вопросов которые его интересуют и мы спрашиваем вашего разрешения будете ли вы так любезно и ответить на его вопрос приветствую вас милые ангелы дорогой русич и моя любимая частичка с благодарностью к тебе за твое сознание и продвижение находимся мы немножко в разных мирах и я постараюсь со своего уровня ответить на интересующие тебя вопросы благодарим вас начинаем с вашего разрешения с первого вопроса как выглядел путь моей души начиная с момента рождения на солнце о какой интересный вопрос очень глубокий и обширный конечно я не смогу рассказать свой весь путь за эту короткую встречу как и любая душа твой путь был тернистый любознательный обжигающий легкий и это привело к тому где сейчас мы все находимся воплощаясь объекта на объект мы достигли того где мы сейчас много учителей и кураторов а также встреч и связи мы прошли через века много опыта набрали в разных цивилизации объектах вселенных а также в разных местах обитания и разной природе природе проявления себя в разном состоянии человеческое тело это прекрасно наслаждайся им на земле я закончила отвечать на этот вопрос благодарю вас я перехожу ко второму вопросу какой опыт проходила моя душа на землях северных в частности в цивилизации до арии также известной как гиперборея прекрасный вопрос гиперборея оставила свой след в душе как и многие другие объекты гиперборея обладает определенными энергиями управление ими дает много возможностей в том числе возможности из лечения энергия из лечения да мы в курсе что представители гипербореи верочка тоже относится к этим представителям обладает этим даром лечения вижу эти энергии видно благодарю вас мы можем продвигаться дальше или вы хотели что-то добавить уважаемая ума они не трудно отвечать когда я не получаю дополнительных вопросов для для моего нахождения я считаю вопрос отвеченным вы свою частичку лучше знаете безусловно в конце концов мы говорим о вас уважаемая ума поэтому где мы принимаем ответ так как он есть он вполне в том что мне все понятно и естественно поэтому эти вопросы я организую в русле ответа на конкретное любопытство или интерес благодарю вас тогда я с вашего позволения перехожу к третьему вопросу пожалуйста в этом воплощении я испытываю необъяснимое притяжение к двум знакомым девушкам и обе имеют огненный цвет волос однажды это едва не затмило уже имеющиеся более духовные отношения какой опыт связывает меня с каждой из этих душ и как интегрировать эти чувства я не буду говорить про чужие чувства я буду говорить про твои и мои чувства огненный цвет волос напоминает тебе энергии солнца и солнечной души нахождение на земле ведет к определенному условию и желанию как я сказала выше наслаждайся человеческим телом именно это входит в поставленные цели чувства эмоции развития души и человеческого тела не загоняя вглубь себя не раскрывшиеся таланты и желания я не говорю о прелюбодействии и я говорю о внутреннем желании излития души и получения взамен обратных энергий будут ли они духовными или сексуальными так как человеческое тело требует определенных энергий и это правильно как поступать тебе ты будешь слушать свою мою душу но не забывай что ты получаешь свой опыт твои приоритеты должен выбрать ты сам как с гармонизировать одно с другим должен найти путь ты сам твоя интуиция которую нужно не только слышать но и слушаться поможет тебе в решении любой задачи благодарю и я благодарю вас на этом месте уважаемая ума с вашего разрешения я перехожу к четвертому вопросу мыслеформа с музыкой он нам прислал музыкальное произведение там была спокойная музыка и вот в связи с этим он спрашивает воспоминание о каком воплощении или нечто большим пробуждает это произведение это чувство любви и покоя одновременно с потерей тоской и чувством вины о да я слышу эту прекрасную музыку и клубы счастья наслаждения и тоски возникает внутри я объясню как это происходит эта музыка создана на правильных вибрациях поэтому твоя душа чувствует все свои прожитые жизни воплощение но не только это среди этих воплощений твоя душа берет высшие точки наслаждений вибрации а также потерь все что пережила душа в глобальном смысле это как правильные числа они не за свою информацию также музыкальные вибрации приносят твою душу к воспоминаниям самых высоких переживаний и наслаждений для нашей души благодарю благодарю за этот развернутый ответ теперь все понятно идем дальше пятый вопрос почему я с детства не нахожу себе место в сатурианском сценарии земли испытывая радость души лишь в самодеятельности и творениях природы потому что ты помнишь строение мироздания в более широком плане и в другой проекции и я имею ввиду мерности поэтому ограничивающая сатурианская система не устраивает тебя творения свои и творения природы дают тебе понимание того что все намного шире глубже многогранней и дают тебе также состояние воспоминания и уверенности в своей правоте ты боишься потерять эту нить приемлемости и согласиться с этой системой именно поэтому творение и природа не дают тебе это сделать напоминая о многомерности многогранности мироустройства благодарю благодарю вас уважаемая ума шестой вопрос как примирить нежные ангельские энергии с пылающим солнечным сердцем устремленным к лидерству и более резкому маскулинному поведению это прекрасный вопрос и я думаю что я замечательно смогу дать тебе небольшой урок и подкорректировать твои сложившиеся мнения о энергиях ангельские энергии не всегда нежные и мягкие ангельские энергии имеет огромную защиту и силу это как кристалл который может излучать свет а может быть бесполезен не думай что перья они легкие и энергии такие же невидимые и хаотичны это неправильно и зависит только от тебя насколько ты будешь использовать ангельские энергии и ангельский совет также энергии солнца не забывай что солнце бывает в затмении а солнечные энергии могут быть лавой и погасшей лавой затухшей превращаясь в янтарь чувствуешь баланс между кристаллом ангельских энергий и янтарем солнечных твоя душа она собирает баланс между двух ипостасей между двух гибридных частиц солнца и ангельских энергий твоя задача срегулировать с гармонизировать ангельские энергии собирая этот свет и охлаждая его усиливая ангельский свет вокруг своего стержня возвышаясь потоках ангельского ветра не забывая о крыльях которые могут переносить тебя в разные места защищать и многое другое твоя задача помнить обо всем этом ты же сформулировал вопрос так как ты чувствуешь ограничивая себя горящими солнечными энергиями забывая что энергия может быть холодной умеренной ведь солнцем наслаждаются на земле когда оно в умеренном состоянии его ждут как тепла и весны поэтому научись управлять этими двумя энергиями не уменьшая значение одной не увеличивая значение другой благодарю благодарю вас уважаемая ума за этот развернутый ответ 7 вопрос где находится мой баланс между стремлением души к высокой духовности и молодым возрастом скучающим по экстриму и простодушию замедляющими этот путь это неправильное сравнение я бы сказала хорошо я приведу пример чтобы было понятно простота души это не грех не порог и не мало души простота души это искренность и умеренность когда душе хватает малого и душа живет искренне и честно это ни в коем случае не тормозит твой процесс я объясню почему ты находишься на планете земля и планета земля дает свои определенные наслаждения риски которые приводят тебя к определенному опыту души только серьезно или как ты описал ее духовность не даст тебе полного развития этим ты можешь заниматься на других объектах в полной степени особенно в ангельском мире откуда частица твоей души но находясь на земле ты должен отпустить часть блокирующая свое развитие как земного человека это очень важно познать свой опыт насладись этим именно в юном возрасте твое духовное развитие проходит по определенному пути хочу сказать что она уже достигла определенного пути с которого конечно же ты уже не свернешь но если ты будешь ограничивать в себя в том что ты должен получить в земном возрасте это может заблокировать твое духовное развитие и привести в тупик так как ты получаешь только 60 процентов развития физическое тело и физические физическая нагрузка и баланс простотой души должны проявляться на земле именно этот опыт дается на земле не исключая его даже если этот опыт несет тебе не всегда позитивный характер переосмысления даст тебе новое осознание я лишь хочу предостеречь когда осознание приходит перед опытом опыт лишен лишний если же ты блокируешь какой-то опыт тогда это неправильно тогда ты должен испытать этот опыт даже если после этого придет осознание неправильности поступка ты должен получить этот опыт чтобы осознать обязательно не забывай эти две грани знание неправильности перед получением опыта и блокировку опыта и получение осознание надеюсь ты правильно понял то о чем я говорю тебе не нужен негативный опыт если перед этим ты четко понимаешь что он будет негативным но но если твоя душа просит определенного действия не блокируй ее дай получить этот опыт я просто благодарю благодарю вас уважаемая ума вы позволите переходить следующему вопросу да пожалуйста девятый мое намерение прошу прощения восьмой как используя свой меч и щит защитить себя без нарушения конов мироздания меч и щит можно использовать лишь тогда когда ты достигнешь определенных знаний и вернешь себе частицу памяти на сегодняшний день пожалуйста научись гармонизировать свои энергии и баланс внутри себя на сегодняшний день это намного важнее благодарю благодарю вас девятый вопрос мое намерение и старание притянуть в жизнь осознанных сверстников не принесли результатов что я упускаю из виду каждая душа приходит с определенной осознанностью на планете земля и это не всегда твое упущение не все достигли определенного уровня развития к таким юным годам поэтому не надо навязывать то для чего человек не созрел то для чего человеку рано а этим ты повреждаешь свою горловую чакру используя энергию впустую твои вибрации они и так видны тот кто вибрирует на одной частоте обязательно подключиться к твоим вибрациям человеческий возраст вопрос здесь не важен благодарю благодарю вас ума и последний это время свободной речи для высшего я он имеет ввиду если вы хотите что-то сказать можете сказать сейчас для него по завершению я хочу попросить обнять твои целостные энергии и прочувствовать тепло нашей звездной семьи мне очень понравился девятый вопрос мое намерение и старание это лишь мое намерение и старание как я уже сказал возраст в человеческом теле не имеет значения кто-то проживает всю жизнь неосознанно и никогда не вибрирует так как вибрируешь ты на земле а твое намерение не должно быть зациклено на возраст вибрируй на чистоте тех с кем тебе интересно и твои вибрации притянут как я уже сказала выше того кто вибрирует на твоей чистоте я бы хотела еще добавить здесь что когда очень чего-то хочется нужно отпустить нужно отпустить эти желания и успокоиться сгармонизироваться внутри тогда вибрации от этого желания и намерения будут правильными они поменяют свой цвет вибрации будут приятными они обжигающими когда ты что-то хочешь ты отталкиваешь этим потому что хочешь только ты тебе нужно сгармонизировать свои внутренние энергии и понимать что этого хочешь ты ты же открыто посылаешь в вибрациях свое намерение притянуть сверстников это обжигает твоих сверстников и они убегают еще дальше когда ты будешь внутренне сбалансирован для них ты будешь загадкой и это еще больше притянет их они будут видеть изменения в тебе твой рост чувствовать твою силу именно это притянет правильных интересующихся сверстников благодарю еще хотела попросить обнять ваши целостные энергии и прочувствовать тепло звездной семьи несомненно мои объятия открыты для тебя сейчас мы становимся одним целым и я даю тебе это осознание что целостность она всегда с тобой это чувство ты можешь вспоминать и эти энергии будут наполнять тебя снова и снова благодарю благодарю вас уважаемая умма вопросов больше не осталось остался маленький нюанс у нас есть очень добрая традиция каждому высшему я с которым мы встречаемся как и с куратором мы всегда делаем один определенный подарок так как у вас очень большой опыт жизни на земле мы полагаем вам будет приятно верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле один два три мы спрашиваем разрешение высшего я умы будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы за эту замечательную встречу и на добрые воспоминания подарок с планеты земля это очень мило но я счастлива от вашего посещения и этого прекрасного дара благодарю вас за это замечательно именно этого мы хотели добиться нам тоже было очень приятно и полезно это встреча я надеюсь ваша частичка Александр все правильно понял и это поможет ему в его дальнейшем развитии пришло время расставания мы не говорим прощайте мы говорим до скорых встреч возможно когда-нибудь еще увидимся я всегда присутствую и здесь и там отлично поэтому нет смысла прощаться так и есть хорошо Верочка рассинхронизируйся посылаем это место нашего искренней энергию любви и благодарности посылаем уме нашу искреннюю энергию любви и благодарности отключаемся от этого места берем Александра и вместе с куратором Русичем возвращаемся в нашу комнату диагностики полетели Отлично уважаемый куратор Русич как вам эта встреча? великолепная великолепная встреча много энергии и лучистых светлых вибраций мы это точно так же прочувствовали позвольте и вам преподнести этот скромный подарок Верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами которые есть на земле мы передаем эту корзинку в знак благодарности куратору Русичу за то что нас сегодня сопроводил за то что он сегодня пришел к нам не в первый раз я получаю такой шикарный подарок от вас и как и раньше благодарю вас за это а нас это радует точно так как и раньше нас это радовало благодарим вас уважаемый Русич я говорю до скорых встреч всего наилучшего увидимся еще доброго бытия благодарю вас и рассинхронизируйся Верочка готова хорошо Александр у вас состоялась встреча с вашим высшим я и встреча с куратором вы получили все ответы на свои вопросы о да я я зарядился определенной энергией которую сейчас излучаю отлично сейчас возвращаем вас назад в вашу систему биоробот душа чтобы все эти энергии перешли на физический план